МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Температура воздуха в Урае сейчас переменчива. Столбик термометра периодически поднимается до плюсовых значений. Но любители зимней рыбалки это не останавливает. Накануне очевидцы успели запечатлеть экстремалов. Сейчас лёд образовался ещё не везде. А там, где есть корка, её толщина незначительная. В среднем толщина, где мы могли достать, составляет от 3 до 5 сантиметров. Как бы небезопасно выходить. Поэтому мы ещё таких массовых замеров не производим. Когда более-менее речка начнёт вставать, мы будем обязательно проводить все замеры. Будем выкладывать это на сайте администрации, чтобы люди видели, какая ледовая обстановка у нас на сегодняшний день. Для того, чтобы избежать трагедии на воде, сотрудники аварийно-спасательного формирования ежедневно проводят рейды. Во время традиционных месячников безопасности на воде к патрулированию прибрежной зоны Канды и Ковосьи привлекаются сотрудники администрации, правоохранительных органов и государственной инспекции маломерных судов. Такие выезды порой помогают спасти людей из ледяного плена. Весной у нас был случай, правда, не с ребёнком, но с мужчиной. Уже лёд весной у нас был крохкий. Он всё-таки попытался перейти с Кузьмичей на нашу сторону. Как раз во время нашего патрулирования он провалился под лёд. У нас уже есть случай. Вчера были дети на речке Ковосья. Пускай там немного воды, не толстый лёд, но всё равно неприятно. Для предупреждения о возможной трагедии спасатели несколько раз в день объезжают берега Канды и Ковосьи. Традиционно проводятся профилактические беседы со школьниками, кроме предостережения от выхода на лёд. Юным уральцам рассказывают, как вести себя в экстремальной ситуации. Во-первых, не паниковать, пытаться схватиться за уступ, за кромку льда, где ещё лёд целый. И пытаться потихоньку залазить, перекатываясь. То есть не ногами вставать, не обрушивать его, а просто потихоньку ползти, перекатываться. Если вы вдруг стали свидетелем трагедии, необходимо сообщить о происшествии по телефону 112. Возможно, именно этот звонок поможет спасти чью-то жизнь.